Чем есть, чем являются и определяются истоки и само сознание, осознание своей имперскости российской. Потому что говорить русский это слишком почетное звание для россиян, неоправданное. То есть оно является ничем иным, как детей пиздили жестоко, обращались с ними с детства. Просмотрев аналитику украинских историков, топ маньяков в российской империи или власти типа такого шута. Осенило, открылось мне. В чем это является? Потому что еще есть аналитические, психологические знания. То есть смотрите, Ивана Грозного, бояре, жесточайшим образом с ненавистью пиздили в детстве. Воспитывали так. Обращавшись с ним как дисгастен, жестоко, потому что они бояре, власть ненавидели. А Иван Грозный был как бы потомок, кровный этой власти и тому подобное. И он потом подрос и начал со своими сверстниками раздержать живых людей. То есть они на конях выбирались куда-то там в город и там давили живых людей, простых граждан. Потом второй, блядь, персонаж, Петр Первый, которого в детстве тоже жестоко пиздили, который с детства мучил животных. Потом ему нравилось, блин, резать людей. И так же, как Иван Грозный расшленял подбитых к себе, то ли бояр, то ли еще кого-то там в Новгороде. А потом варил их в казанах, в лыких. И специально сгонял для этого публику. Так же Петр Первый резал людей. Ему нравилось это. Нравилось смотреть, как они извиваются в муках. И третий типаж это Сталин, Иосиф Джозеф Джухашвили, которого так же в детстве пиздили. Пиздили, ненавидели, поневирали им. И потом уже всем известно, что из этого вышло и получилось. Который известная фраза говорил, что битье, биение, избиение человека определяет его сознание. Ну и последний, дай бог, чтобы последний персонаж, экземпляр всей этой российской драмы, трагедии. Это Путин, которого в детстве так же ненавидели и пиздили, поневирали, знущались. Только если в средних веках эти эксцессы были у многих, только в знатии европейской не аж так. Поэтому они не были такие отмороженные. И если уже в последующие, после феодальных, после царских этих делов, в Европе возникли, важили разделение власти. То есть, если ты кретин, которого пиздили в детстве, то ты, естественно, придя к власти, будешь проделывать с людьми то же самое. И после того, как ты насытишься этими издевательствами, тортурами, садизмом над другими людьми, которое еще прибавляется до этого еще и сексуальное увлечение, влечение и как бы навильжение сексуальное вдвойне с простым садизмом платоническим, то сексуальное, это еще более зависимо тяжкое для психики человека, простого. Ну а если это в паре идет, то получается, что Путин на какой-то отчим там в Грузии, где там он жил, пиздил, поневерал, за человека не принимал. И он сейчас с россиянами, с мобиками проделывает то же самое, умершляя их на фронте. На фронте в Украине, умершлял их на фронте с Чечней, в Грузии. Там, где ему более легче, это не победа, но завоевание, подбитие маленькой, малюсенькой Грузии по сравнению с территориями России вышло. И он, этот Путин, щипал, унижал, когда набухается по свитчиням Пугачева, его бывшего соратника, свою жену бывшую, которая уже теперь не очень молода, совсем не молода, значит, которая боялась и Пугачеву большие претензии и в слезах предъявляла, что нахера ты спаиваешь этого типажа, он сейчас нажрется, начнет у меня, меня, ну, начнет ее психологически унижать, щипать, издеваться, какие-то приемы самбо своего показывать придурочные, вот так вот. Значит, и все эти правители под жесточайшими репрессиями приводили российское свое сообщество в состояние иступления и сабмишин, в состояние подчинения, и потом вы, вы в этом состоянии подчинения давали этому, этой биомассе подчиненной сабмишиновской, на коленях, которая в страхе, которая установки, которые якобы были, как бы, патриотическими к своей державе и к империи. Чтобы это быдло шло гибнуть за эту сраную империю, которую вечно пиздили в детстве, значит, гибнуть, как долг великой российской государственной империи. Чтобы все вот эти простые, подбитые, подбитые люди, не зважаючи, а не на свои родины, а не на свои семьи, а не на свою особистость, личность, а не на Бога, на нашего Иисуса Христа, не зважаючи на все это, чтобы они, как дурачки остальные, гинули за этих придурков, которых в детстве пиздили жорстоко. Ось причина великодержавности, великодержавия российского и того-то делов, и придурки Дугины, которым наплевать даже на своих дочурок. Потому что нормальные даже преступники, они ограждают людей, зная, что их преступность ненормальна. Они ограждают детей своих от их ненормальной преступности, потому что они знают, что это девиация. Рано или поздно они поплатятся то ли перед Богом, то ли перед законом за свою деятельность. Нет, а этот приебок Дугин свою дочурку присадил на свой больной шовинизм, фашизм, якобы так званый великодержавный. Вот так-то украинцы, те, которые дрюкают еще на эту великодержавность. Вот так-то россияне, которые еще сманипулированы аж до такой степени, что идут за этим говном, следуют за этой так званой великодержавностью. И последний экземпл, это вообще капец. Ну и остатный приклад. Последний экземпл. Значит, самые лютые, садистически ненавистные, человеконенавистные людишки на Донбассе сейчас по отношению к тем, которые им, первое, не подчиняются и не собирались подчиняться. Потому что они любят Украину не из-за того, что пиздили их в детстве, или из-за того, что царей украинских пиздили в детстве. И они стали великодержавниками или так званными великомучениками пиздиловки неправильного воспитания и неимения ограничения ограничителя властей. Потому что когда человека даже пиздили, когда он такой маньяк потенциальный с детства, как Фейган как-то говорил это слово такое умное, короче, делинкуэльцы. Короче, человек предрасположенный к преступникам. Или Чезаро Ламброза мерял их черепки, только надо было душу и психологию прежде всего мерить. То есть, и Шопенгауэр об этом говорил, то есть, когда есть ограничения во власти, то если даже у тебя вот такие с детства нарушения тяжкие в твоем воспитании, что ты по-любому, когда придешь к власти, ну это по-любому, ну как тут ни рули, извините, ложа руку на сердце, так сказать. Значит, любой человек, над которым проделывалось насилие, он все равно, хоть каким-то малым образом, но на ком-то более слабом, эту срань свою скомпенсирует. Вот так вот. Как ты крути не рули. Но если этому человеку дается безмерная власть, без ограничителей, то это капец. Он превращается в Ивана Грозного, Путина, или там этого придурка всяких Ильиных, Карамзиных, Сосок, блядь, режима и тому подобное. Идеологию подключают к этому, ну не будем повторяться. Значит, ДНРовцы, ЛДНРовцы, они самые, что ни на есть, ненавистные к украинским нашим воинам, бойцам, освободителям, освободителям ныньки нашей ветчизны Украины. Ридной. Почему? Потому что, сколько война, 8 лет до этого еще Янукович их дрюкал. Пришли российские вот эти дрюкальщики, их вздрючили, а теперь они компенсируют вот эту злость, как практически при дедовщине, на украинских военных. Они мстят, охотятся за ними, расстреливают, издеваются, пытают. Это что, идеология такая? Да нет, потому что их дрюкали. Россияне. И теперь они это все выдрюкивают над и просто любыми попавшимися под руку, более слабыми, чем они. Или откомпенсируют это на украинских военных, чтобы прибежать к тем, которые их, как собак Павлова, долго рефлексировали. То есть рефлекс у них над животным, инстинкт ненависти к украинским военным, к украине, к проукраинскости. Втюхивали, вбивали, так сказать, как говорил Сталин, битье определяет сознание. Вот они определили им сознание. И как только появлялись украинские и появляются украинские военные, они на ними издеваются. Они вот эту всю свою собачью пчакревь, лютость, ненависть, которую им россияне впаяли, втюхали. Они все это компенсируют над украинскими военными, нашими освободителями. И освободителями всей Европы. От этой заразы, воровской, свинособачьей, российской военщины. И один вопрос. Это европейские ценности, заминированная атомно-украинская запорожская электростанция, до этого чернобыльская. И заминированная дамба херсонская. Это европейские ценности, блять, мазафака, которые обещал кто нам? Байден, Обама, Меркель, сучка, да? Выходите протестовать. Делайте так, как делает Гарри Табах. И даже еще сильнее. Он предлагает, конечно, жесточайшие вещи в борьбе. Но что поделать? По-другому они не понимают. Они понимают только тогда, когда уходит с под ног их власть. Мы должны их власть, от них власть отнять. И дать власть американским нормальным политикам, которые закончат эту войну быстро. Быстро. В течение нескольких месяцев. А это возможно только при надании нам, Украине, достаточного озброения вооружения, высокотехнологического, а не тех несчастных несколько химарсов, которые нельзя использовать так, как используют свинособачьи путиновские войска. Потому что у них слишком деликатно греются пушки, их дуло, этих химарсов. То есть не дуло, но гаубицы, их немецкие, греются. Потому что они рассчитаны на не такую сильную интенсивность выстрелов, которая нам нужна. Но если бы давали, как политики, политологи говорят, нам в два раза, в три раза больше, то мы бы их, ну, мы, sorry, украинцы напередки бы эти гаубицы немецкие или там французские или американские использовали по технологии, как по инструкции. А поскольку жизнь очень дорога, потому что мало позитивной, патриотической и правильной жизни, правильных людей, которыми являются наши войска, наши воины напередки, то и их нужно жалеть. А чтобы их жалеть, нужно чаще выстреливать. А чем чаще выстреливается орудие, тем они быстрее греются и приходят, становятся поломанными, непотребными, не способными к уживанию. Потому что у них там смещается какой-то там градус, у них, ну, то есть перегретые орудия. Что он говорит? Нужны замены, замены, замены. Но вместо того, чтобы их заменять, лучше дать их больше. А для того, чтобы дать их больше, нужно, чтобы власть поменялась, чтобы прошли нормальные политики. Потому что эти политики, чмыри, они не способны на то, чтобы, говоря, чтобы их слова и идеологические пафосные заверения стали былью. Европейские ценности, НАТО, шибче и шибче, давайте нам, Украине, давайте скорее, как вы и обещали. А где теперь эти европейские ценности? Заминированных, в заминированной дамбе Херсонской. И полную оружие американские пустыни. И блеющие Блимкин и Обама и Байден, которые не дают нам этого вооружения. Дайте оружие, которое вы обязаны нам дать. Это не украинцы говорят, это американский народ, говорит, он проголосовал. Вы довели мир до ядерной катастрофы. Вы, дипломаты, журналисты, политики, теперь выставили нас на линию огня и не даете нам так, чтобы мы могли драться. Если вы сами не можете драться, дайте нам драться. Вот что они, они не могут, я могу за них кричать. И вы, гражданские люди, тоже можете взять. Вы можете взять и складывать тела, как это делали Югославы перед американским посольцем. Вот это протест, вот это критика. Дайте, что вы обязаны нам дать. И это не мы требуем, это американский народ требует. Это мировая общественность требует от президента Байдена. Я не знаю, почему он так ведет. Но я хочу вас спросить, почему вы себя так ведете? Почему из ваших рупоров, из всех чайников вещают, что все нормально? И только ваше здание попало ракетам, а нам оказывается нужна противовоздушная оборона. Ёлки-палки. Субтитры сделал DimaTorzok